друзья всем привет знаю что давно не было копа на канале поэтому отнеситесь с пониманием у нас сейчас не сезон леса заросли поля засеяны вот начинается сейчас уже ну не знаю неделя чем уже две начнется сбор урожая начнут собирать рапс потом пшеница будет и потом все остальное дальше пойдет по очереди и мы вернемся в поля начнем копать ну а пока у нас вроде как начался сезон летних грибов я сегодня с утра как насмотрелся сколько грибов постят люди фейсбуке не удержался и отправляю сейчас за грибами сейчас времени у нас 6 часов 21 минута пол седьмого вечера я отправляюсь за грибами не знаю что я там найду конечно но грибы постят в интернете значит надо ехать в общем до леса тут нечего километра два осталось уже по силу еду не знаю сейчас приеду посмотрим хочется конечно белых грибов навряд что есть и белые сыроежки там еще что-то сырежек как бы не особо хочется но хочется белых в общем сейчас приеду и пойду пособираю посмотрю вообще есть они нету этих грибы пособираю и постараюсь это все снять на камеру кому не интересна тема грибов дальше просто листайте да и все переходите на другие каналы смотрите прошлогодние копы там или еще что-то там зимние копы весенние люди наснимают потом выставляют целое лето я снимаю по факту есть коп снял выложил нету копа не снимаю вот такое в общем по по съемке еще был карпатах отдохнул на стимал видео не знаю может смонтирую выложу ролик на канале кого будет интересно посмотрите изменилось название канала теперь будет называться сергей евдичук ну вот такие вот в общем новости последние все погнали в лес проезжаю ребята такие вот участки полевой дороги и вспомнилось мне что однажды я поехал сюда за грибами и сел вот в этом месте где столбы вот сейчас вот и сейчас сотрю там тоже большая большая лужа но я думаю что я как-то ее попытаюсь сейчас объехать не знаю правда какой стороной но в общем попробую сейчас машину то с полным приводом и это в принципе не очень страшно хотя можно с летней резиной тоже в этом говне смело засесть сейчас гляну куда лучше проехать тут как бы трактора одни проезжают думаю что тут все-таки возможно и не так сильно глубоко как кажется хотя может быть и глубоко чем сейчас попробую куда это куда это проскочить не знаю как здесь конечно может быть и здесь какая-то жопа тут объезжает со всех сторон кто как хочет так и объезжает судой тоже ездят я смотрю на катали не знаю куда лучше ехать если честно но вроде тут твердое но тут так не сильно и мелкая вам скажу не мелко короче задачка есть небольшая щас палочкой померю глубину так чем попробуем ну вроде как твердое там не сильно твердое здесь глубокая глубокую но твердо я тут не проеду да туда а там есть дорога да а можно сесть да спасибо тут это лужа всегда я тут как-то один год был сел то меня тракторами вытаскивали направо да все понял спасибо большое вот так вот друзья общение с местным населением подскажет куда лучше проехать хорошо что я сразу же не рискнул и не ломанулся потому как за трактором бы мне пришлось идти чем крутит джип тем дальше идти за трактором в общем сейчас попробую поискать эту дорогу про которую женщина сказала и объедем эту лужу да и все в принципе все едем дальше значит так приехал я друзья короче этих слепней летает просто срака очень много сейчас беру с собой баллончик от комаров вожу с собой в машине всегда баллончик тут как бы еще немного есть вот такой вот гардекс от комаров и клещей спасает просто капец реально штука работает заправляю штаны в носки чтоб клещи не по залазили в ноги потому что трава высокая влажность большая и вероятность клещей тоже большая соответственно беру ведро свое ведерко кстати взял вот такое вот небольшое надежды на то что грибов будет много нету но посмотрим в общем взял фонарик еще с собой но думаю что допоздна я там задерживаться не буду ножичек у меня вот такой вот соболь вот здесь хороший потачил его сейчас перед отъездом баллончик водичку ведерко там еще торбочка у меня есть телефон и отправляемся в лес были здесь всегда грибы не знаю посмотрим но гидзо влетает просто капец включая интернет чтобы экономить заряд батареи и все погнали друзья значит так нам надо вот здесь вот где-то зайти сейчас в лес где-то я всегда заходил здесь но всегда друзьям нужно быть очень внимательным потому как под ногами могут быть всякие ползучие гады а это опасность на них наступить у бляха какой папоротник вырос кстати на днях тут его накупала было движуха была просто капец в нашем гидропарке людей было море блин не люблю я такую траву жах просто значит идем блин это по зарастало все конечно срака ладно пробираемся блин там обычно чистое где-то выйти а комаров же надо брызгаться думал что как-то меня не так сразу начнут грызть они начали сразу блин куда-то я не туда зашел в общем идем бляха вот это жесть пробираться через такие хащи дебри пауков куча все можно сказать вышли вот такие места красиво идем смотреть либо ребят хожу минут 40 наверно грибов нету ну практически нету вот нашел две сыроежки одну такую вот красненькую и одну вот такую вот зелененькую и все и пока как бы все как-то грибов здесь нету очень странно хотя место всегда с было с грибами не знаю чем это связано возможно еще они не вылупились потому что земля цветет я смотрю земля цветет значит будут грибы но пока нету пройдусь еще пару кружков сделаю похожу по таким более низменным местам где больше влаги возможно я не там хожу хотя белая не такие можно на одну поляну попасть и нарезать ведро в общем иду дальше искать пока только два гриба 2 сыроежки нашел друзья еще одну сыроежку пряталась такая идет сейчас пройдусь вокруг еще посмотрю может еще какие то есть грибочки чуть чуть дальше в лес зашел может быть краю пособирали конечно же в общем хожу ищу вот 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 комары просто одолевают становишься на одно место и они просто заедают хотя баллончик я вам скажу честно помогает в общем что вам скажу поганки какие то есть сыроежки есть а вот с белыми печалька прошелся очень много но к сожалению пока ни одного белого не нашел даже не знаю что делать грибы ребят такая вещь что им нужен определенный микроклимат определенная температура определенная влажность и тогда они очень быстро растут причем вырастают практически за ночь грибы вырастают когда приятные условия видимо условия еще не совсем приятные потому каких нету еще пройдусь такие места красивые вообще смотрите шикарные места дуб граб растет и как правило в таких местах всегда белые попадаются но как-то сегодня не видно не мой день хотя в день будний все таки рассчитывал на то что не выходные грибы будут ну пройдусь в общем еще пройдусь прогуляюсь земля цветет вот смотрите земля цветет значит скоро все таки будут грибы может быть и не есть еще где-то маленькие совсем еще не вылупились где-то под листиками но я их не вижу так что пока похожу еще скоро стемнеет но мне еще где-то часик я думаю удастся походить и клещей лосиных клещей просто тьма ты такой клещ с крылышками они людей вроде как не кусают ну кусают может но не залазят так как обычные клещи и приходится от этого всего ходить и отмахиваться все садится на тебя все тебя грызет кусает такой куча дискомфорта но что делать хочется грибов пройдусь еще прогуляюсь идем дальше ребят все находки на дороге вот еще одна сыроежка забираем и вот еще одна сыроежка сырежки жареная очень вкусная и где-то я видел еще одну сыроежку эту конечно черви уже поели брать не будем ставим им пускай доедают в общем иду по дороге и все сыроежки нашел можно сказать на дороге так как-то очень странно почему на дороге почему не рядом где-то не в низине не 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 на горбу как-то все на дороге растет растет все идем дальше о смотрите вот еще одна сыроега муравьи и обсели греются нормас хорошенькая большая сырежки очень хрупкие надо с ними аккуратненько и земля цветет везде видите вот это все будут грибы да как-то интересно все на дороге прошел я ну вот вот тут вот сырежки были прошел ну 5 метров иду дальше друзья в общем приключилась грусть печаль я заблудился в лесу телефон у меня сел солнце уже практически заходит я понятия не имею куда мне идти нашел вот такую откуда старую дорогу по которой наверно давно никто не ездил судя по ее состоянию и иду по этой дороге в общем думаю что я выйду все равно какие-то дороги куда-то выводят не знаю конечно где я выйду как я найду свою машину но в общем продолжаю идти уже не грибов не хочется ничего потому что скоро стемнеет у меня не фонарика ничего нету телефон села куда идти я не знаю в общем паники никакой нету если вы заблудились в лесу вспомните где было солнце в момент когда вы заходили прикиньте примерно сколько времени вы пробыли в лесу и ориентировочно на то место где раньше было солнце выходите в любом случае вы куда-то выйдете хотя бы в ту сторону откуда вы пришли вот такая вот тактика и стратегия в общем я себе примерно понимал что солнце заходит у меня по правую руку а заходил я в лес когда солнце было вот там вот у меня то есть мне надо идти прямо в общем что делать иду иду по старой дороге бурю буду примерно ориентироваться на если там север запад на юг мне надо идти в общем еще можно посмотреть по мху на деревьях мох растет на север не растет на юг идете юг у нас там где мог не растет все друзья выбираюсь из леса обы выйти до светла и найти машину мне кажется что я там вижу какой-то просвет в конце леса я думаю что все таки я куда-то выйду ну дорога все равно куда-то ведет вот эта старая такая уже заезженная дорога забытая лесниками в общем пока иду пока солнце еще не села то хоть понятно куда идти садит солнце я вообще ничего не увижу думал гриб растет какой-то это просто листик лежит все друзья идем дальше выбираемся с леса друзья скажу вам следующее если вы плохо ориентируетесь на местности в лесу вы заблудитесь сто процентов я конечно ориентируюсь хорошо меня не пугает даже то что я заблужусь меня можно завести в лес закрытыми глазами я выйду с него можно сказать также с закрытыми глазами если вы не ориентируетесь на местности не ориентируетесь в лесу то лучше самому в лес не ходить ой какая красота я знаю этот дуб смотрите какой он здоровенный ой классный вообще я уже знаю где бабу обалденный дуб просто класс дубу лет 300 наверное может больше знаю где я я к этому дубу как-то подходил здесь не прямо и немножко левее я выхожу с леса вот дуб шикарен просто я его его чтобы обхватить друзья давайте для примера вот так вот вот его чтобы обхватить надо человека три наверно и тогда можно будет его обхватить шикарный дуб такие деревья не очень энергетические прикиньте сколько он за 300 лет тут всего повидал ребят выходил с леса уже в полной темноте мало того что батарея села в телефоне еще и батарея села у меня в камере в общем в лесу потемнело очень быстро после того как села солнце просто неимоверно быстро но я все-таки вышел добрался до машины сейчас встал новый аккумулятор в камеру и вот уже еду по селу выехал нос через поле нужно было проехать выехал через поле я уже по силу и сейчас буду добираться домой в общем вот такие вот у меня сегодня получились приключения всем кому понравилось видео ставьте лайки пишите комментарии обязательно подписывайтесь на канал кто не подписан поддерживайте статистику канала все всем удачи всем пока